Эй, йоу! Привет, мой друг! Как дела? И сегодня у нас будет не совсем выпуск, а просто вот я вспомнил, что у меня дома лежит бруско-бит, целая коробка. Правда, конечно, оттуда большая часть уже выкурена и раздана по пакетикам. Но не суть. К чему, собственно, этот выпуск? Я хотел посвятить, наверное, удобству упаковки. У меня когда-то был на обзоре выпуск одного продукта, и производитель заявил, что у нас самая удобная упаковка. Да, на тот момент, возможно, она была самой удобной, самой быстрой, самой четкой и очень быстро как бы все можно было забить. До тех пор, пока ребята из бруск не сделали просто стопроцентное комбо. Моментально. Просто выбили все страйком. Это их продукт брускобит. Чем он примечателен? Примечателен он тем, что... Я просто покажу. Смотрите. Здесь вот в такой вот обойме лежат вот такие вот упаковочки для сои, суши-бара. Но при этом... Здесь у нас 20 грамм табака. И этого, в принципе, достаточно на покур на средней статистической чашке, которая чаще всего у многих в использовании. И чем они здесь выбили комбо? Во-первых, 20 грамм продукта ровно на чашку. Ну вот, до 22 дотянуть бы, да, но просто правильно выбирай чашку под количество табака, которое нужно забить. Это во-первых. Во-вторых, максимальная просто суперактивность в рознице. Ты пришел, купил всех вкусов в вот таких вот штучках и поехал отдыхать. Это второе. Третье. Удобство все это забивать. Это в-третьих. В-четвертых, это дешево. Эта упаковка не требует никакой макулатуры, супер каких-то дорогих моментов, да. Это просто уже готовая форма. Просто тебе, вред, наклеечку пропечатывают под тебя. Единственный минус. Такая упаковочка, скорее всего, не подойдет под табачную продукцию. Потому что, как бы, тут-то, ну, хуй пойми, как правильно все это заклеить акцизом. Там непонятно, да, и куда это все еще, всю эту информацию уместить. И для того, чтобы все это продемонстрировать, я взял вот такую вот чашечку от Биг Макса. Она примерно на 20 грамм. Ну, вот, 22 в нее идеально залазит. И что? Мы берем просто. И вот так вот ставлю, блядь, коробку. Где-нибудь, блядь, в колхозе у своей бабушки. Беру вот так вот. Сейчас у меня где-то в кармане было опасное шило. Сейчас, сейчас найду. И что я делаю дальше? Я просто открываю этот соевый соус, вот так вот. Выебываю сюда вот эту котлетку, прям ровно по центру. Это я вот так просто выкидываю. Все, это не нужно. Не нужно что-то складывать. И начинаю вот это вот так вот равномерно пушить по чашечке. Я вот так вот это все пушу. Пушу. Так, чтобы не пригорело ничего. Ставлю все это на наш кальян. Конечно же, никто к бабушке не повезет фольгу. Даже я, наверное, самый ярый фанат фольги. Я не повезу на отдых фольгу. Нахуя мне там ебаться? Я возьму колаут. Я это вот так поставил. Чуть-чуть подождал. И курю. Охуительный чаек, бруска бита в их упаковочке. Все. Что еще надо? Максимальная комбо. Не знаю, запатентовано это или нет, но производители чайных смесей, каких-то других продуктов, либо даже уже табачники. Возьмите в пример. Это не суперновинка. Не-не-не, это не суперновинка. Это появилось уже давно. Но просто я сейчас сидел и думаю, блядь, так это же супка охуенно. Надо бы вам рассказать. Никакая-то не реклама, сбруска никак не коннекчу. Просто поделился, что по удобству. Грубо говоря, этот обзор будет называться не бруска бит, как это все круто, здорово. А самая удобная упаковка для табака, чайной смеси и прочего. И все, ребятки. Ручки чистые. Это самое главное. И это еще порционально. Просто представьте, такую ситуацию. Выставка Huga Club Show, которая, кстати, будет у нас в марте. Если ты еще не покупал билеты, то по промокоду DAVA можно купить билет с хорошей скидкой. Я всю инфу оставлю в описании. Загляни туда. У всех кальянщиков порционно стоят их вкусы. И им не нужно с этих контейнеров выковыривать. Они просто бам-бам-бам-бам-бам-бам наложили и все. Подобная упаковка есть у Space Mook, у пасты. Но это выглядит крайне отвратительно. Вообще паста по визуалу выглядит крайне отвратительно. И немного неудобно. Но здесь все гораздо проще, все гораздо интереснее. Ну и, наверное, самое главное, это цена для конечного потребителя. Это очень круто. Так что, ребятки, это такой кратенький выпуск. Просто меня так приспичило. А, блядь, у тебя же есть бруско-бит. Тебе сейчас не нахуй снимать. Не на че, блядь. Продукции пока нет. Новый год, блядь. Да сними ты на этот бруско-бит. Начни заново поднимать канал. Ты перестал туда что-либо, сука, щенок ебаный, выкладывать. Ты забил хуй абсолютно на все. Вот тебе, блядь, наказание. Мне снесли инсту, и я, наверное, так задвигал жопу и подумал, что, блядь, да надо. Да надо все это заново делать, заново радовать аудиторию, заново делиться какой-то полезной инфой. Поэтому бруско-бит, даже не бруско-бит, а упаковка в виде соевых тар охуенно. Вам это рекомендую. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому, ребятки, всем пока, всем спасибо. Загляни в описание, там есть пару хороших таких моментов, которые будут для тебя, возможно, полезны.